В эфире новости региона в студии Анны Рязанова. Добрый день. Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии, ищут путь к свободе. Здесь в очередной раз завершился цикл занятий в рамках программы «Перекрёсток». Её реализует областной центр поддержки молодой семьи. Путь к свободе – название психологического тренинга, символичный для несовершеннолетних правонарушителей, которые хотят вернуться в большой мир. Такие занятия проводятся уже более 10 лет и включают в себя как теорию, так и практику. За 9 встреч воспитанники учатся смотреть на совершенное преступление со стороны, а главное – они учатся выходить из сложных конфликтных ситуаций, что поможет предотвратить рецидив. Ну, с ребятами я со многими беседую после тренинга, и они говорят о том, что полезно возвращаться в прошлое, полезно оставить на место жертвы. И на самом деле при некоторых сечениях обстоятельствах преступления можно было избежать, имея достаточную информацию о том, как можно себя вести. В 2016-м к программе тренингов были добавлены занятия по арт-терапии. Специалисты уверены, благодаря творчеству ребята могут глубже познать себя и научиться общаться со своим внутренним «я» и с окружающими. Свои эмоции изображают на листе бумаги, фломастеры отражают их настроение. Сегодня оно хорошее и спокойное, а после все вместе рисуют придуманную страну. Ведь работа в команде не менее важна для тех, кто в скором времени обретет путь к свободе. Нам кажется, что действительно этого времени недостаточно, потому что ребята раскрываются на занятиях, они готовы идти на контакт, они готовы идти на сотрудничество. То есть у них появляется, если на первых занятиях это какая-то чувствуется зажатость, скованность ребят, то по конячным занятиям тренинга, то они готовы уже открыто говорить о своих проблемах и готовы обсуждать эти проблемы, делиться над ними. Помимо свидетельства о прохождении тренинга, путь к свободе каждый воспитанник получает нечто большее. Это умение справляться с трудностями в любой жизненной ситуации. Вадим Федосеев, Архангельское телевидение. В ответе за свою идею, общественная организация «Боевое братство» в 2016-м реализовала свой проект и установила на территории третьей школы уличные тренажеры. Спорткомплексу всего год, но от рук вандалов спортивные снаряды пострадали уже дважды. Вадим Федосеев передает из города Бумажников. Доступ к тренажерам открыт для всех желающих, но, к сожалению, не все посетители комплекса это ценят. Часть спортивных установок уже сломана. За год существования площадки – это уже второй случай вандализма. Сломали просто металловосьмерку так, ну, разломали, не знаю, порвали. Как это можно было просто так глумиться уличными тренажерами, когда делаешь для детей все это, ну, как-то немножко некрасиво. Вот. И решили мы сделать их. Вот сделали, но опять же тут в этих же местах буквально те же тренажеры, которые самые болезненные такие, опять их сломали. Вместе с активистами общественной организации и своими друзьями Андрей Габеляк снова ремонтирует тренажеры. Он понимает всю значимость спортивного города. Каждый день здесь занимаются дети и взрослые. Домик у нас рядом. Гуляем довольно часто. Ну, сейчас с 1 августа пошли в садик. После садика каждый день гуляем. И очень нравится ребенку здесь ползать. Ну, вот некоторые поломаны уже конструкции. Ну, будем очень рады, что отремонтируют их быстро. За вечер активисты все отремонтировали и подарили тренажерам вторую жизнь. Только вот от непорядочных жителей города уберечь их будет трудно. Хотелось бы просто сказать, ну, не знаю, детям, может быть, там, взрослым, да, но как-то бережно относиться ко всему этому. Потому что это таких трудов стоит. И просто даже программу написать по этому поводу, выбить деньги, тоже проблема. Вот. Для горожан просто уважать труд и относиться к этому, к этим даже уличным тренажерам, ну, просто как-то аккуратно. Вадим Федосеев, Дарья Евграфова, Егор Володенко, Архангельское телевидение. Народному академическому хору Плесецкого района исполнилось полвека. Главное достоинство этого коллектива вовсе не профессиональное образование, а верность традициям и преданность хору. Многие поют в нем со дня основания. Сегодня народные академические готовятся к юбилейному концерту. Переживают, как в первый раз всех секретов и изюминок программы не раскрывают. Алексей Шемякин побывал на репетиции хора. ПЕСНЯ Москва, Ленинград, Минск, Киев. Географией гастролей позавидовал бы любая поп-звезда. С одной лишь оговоркой – так было раньше. Сейчас же своим песенным творчеством Плесецкий академический хор радует лишь земляков, иногда выезжая с концертами и в соседние районы. Не по карману стало. А между тем, среди этих 27 женщин два лауреата всесоюзных конкурсов, одна всероссийского, три солистки вообще закончили консерваторию. Духовная музыка, классическая русских и зарубежных авторов и, конечно, русские народные песни в обработках. У нас развитое авторское творчество, много своих песен. Антонина Копейкина в хоре уже 50 лет. Со дня основания. За все годы не пропустила ни одной репетиции. Пережила вместе с хором все перипетии. Она и сегодня, спустя полвека, по-настоящему душой болеет за свой коллектив. Это такое хобби, без которого не могу жить. Не могу. А мне надо успокоиться. Музыкального образования у Антонина Копейкина и нет, как и у большинства хористок. Но все уже настолько за полвека сплелись голосами, что даже застольные песни исполняют, как на ответственном концерте. Меня режет слух, я не могу даже вообще слышать, как вот кто-то неправильно поет и не добирает нот, не врубается. У меня сразу такой озноб. Не могу. Плесецкий хор не просто выступает с концертами или на разных мероприятиях. Они занимаются просветительством. При хоре создана музыкальная гостиная, в которую может прийти любой желающий принести свой текст или музыку. А уж в хоре обязательно доведут ее до ума. Просто какие-то фантазии приходят. Зинляда Федоровна что-то подкидывает, какие-то идеи. Ну, а я их воплощаю. Сложно? Честно сказать, да. Потому что это не моя специальность. Вот это... Я не аранжировщик. Поэтому сложновато бывает. Но ничего, зато в результате что-то появляется. Что-то – это около 500 песен в репертуаре. Причем от классики до народных. За полвека существования все стали как одно целое. Праздники вместе отмечают и горе вместе разделяют. Замечательные люди. Другой раз горе и дома, и на работе бывает. И всякие беды. Когда придешь на хор, даже не разговаривая, увидишь друг друга и все поймешь. У кого хорошо, у кого плохо. Правда, Туня? Совсем скоро Плесецкий академический даст юбилейный концерт. Очень надеются найти спонсоров, чтобы помогли выехать с концертом и в другие районы. Мечтают попасть на фестиваль в Архангельск. А еще в хоре всего два солиста. И в планах руководителя к осени привлечь еще как минимум пять мужских голосов. Женщинам их очень не хватает. Что ладони пахнут мятой, да ромашковой пыльцой. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Плесецкий район. В городе по братьяме Архангельска в норвежском Вардео уже в 24-й раз прошел поморский фестиваль. За это время у форума появились очень глубокие собственные традиции. Концерты, выставки, экскурсии, вечера отдыха, лекции и, конечно, ярмарки на главной улице норвежского города. Есть и своя эмблема. Она представляет собой изображение старинного подъемного устройства для перегрузки рыбы, что очень символично. Ведь Вардео – исконно промысловый город. В городе по братьяме Архангельска в норвежском Вардео прошел поморский фестиваль. У Вардео очень древняя история. И на протяжении столетий существования этого города главным занятием местных жителей была торговля с Архангельском. Моряки с побережья Белого моря ходили на своих судах до Вардео и привозили сюда соль, зерно и пушнину. Тесные связи двух городов проявляются даже в символике. На гербе Архангельска изображен Архангел, побеждающий дьявола, а на гербе Варде начертан девиз – «Свет побеждает тьму». Поморский фестиваль существует уже 27 лет, а его главный символ – поклонный крест на месте старинного поморского захоронения. Поставить православный крест в протестантском городе было непросто. Но благодаря одному из организаторов фестиваля Реми Странду и большому количеству жителей Варде, которые дружат с нашим городом, по-настоящему любят Россию, удалось получить разрешение. Это был шаг доброй воли со стороны норвежцев. Диалог, который проходит между Москвой и Осло, он осуществляется на совершенно другом уровне, совершенно другим образом. Там люди обсуждают различные принципиальные вопросы. В Варде же идет сотрудничество между обычными людьми, и мы этим очень гордимся. И главным подтверждением наших хороших отношений является то, что в городе Варде установлен поморский крест, который был подарен жителями Архангельска, жителям Варде. Крест является чрезвычайно важным символом. Команда Архангельского фестиваля Тайбала благоустроила территорию вокруг креста. Ребята построили традиционный русский стол и две скамьи, а рядом установили памятную резную доску, панно из трех сюжетов, навеянных историями Бориса Шергина из фильма «Смех и горе у Бела моря». На освещение креста в Варде приехал настоятель храма Изанеги отец Александр. На церемонию пришли многочисленные гости фестиваля. И норвежцы, и русские произносили слова поминальной молитвы вместе, кто как умел. А пеннижский ансамбль «Суземья» исполнил традиционные поморские песни вместе с местным аккордеонистом Якобом Миккельсоном. Они поют совершенно особые мелодии на поморской говоре. Мы очень рады, что к нам приезжает фольклорный театр «Суземья» и люди с севера России. Мы по многому ведь похожие люди, живущие на севере. Мы думаем одинаково, мы ведем себя одинаково. На фестивале было очень много выступлений архангельских артистов на улицах Варде. Мастер-классы по росписи козуль и их приготовлению, много музыки, а завершился он традиционным поморским маршем. Все желающие, среди которых были и дети, и очень пожилые люди, прошли 10 километров по побережью моря и тропой между скалами, отдавая дань памяти своим норвежским и русским предкам поморам. Такие новости к этому часу. Увидимся в 16. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова